Здравствуйте! С вами по-прежнему Анна Асеева и мы продолжаем знакомиться с темой эволюции фотографических процессов начала 19-го середины 20-го века. Мы потихоньку приближаемся к завершению обзора процессов 19-го века и сегодня рассказом о коллодионовых отпечатках я открываю тему трехслойной фотографии на бумажной основе. К трехслойным фотографиям относятся как коллодионовые, так и желатиновые отпечатки, но о последних я расскажу вам в следующей серии. Как в случае с однослойными и двухслойными фотографиями, суть названия процессов заложена в их структуре. Рассмотрим схему. Первым и основным слоем идет бумажная подложка. Бумага явилась идеальным материалом, выполняя почти все требования для фотографической печати – гибкость, мягкость, достаточная степень стабильности при обработке и печати. Используемая бумага должна была отвечать высоким стандартам качества и не содержать дополнительных примесей. Изначально для производства использовалась тряпичная бумага. К сожалению, качество бумаги на рубеже веков изменилось в связи с добавлением пигментов и красителей в ткани, из которых она производилась. Высококачественную льняную и хлопковую ткань стала найти все сложнее. А с 1930 года вся бумага стала производиться с добавлением древесной массы, что значительно снизило ее качество и в дальнейшем явилась одним из катализаторов химических дефектов на фотографиях. За бумажной подложкой следует боритовый слой, и именно его включение в структуру становится революционным и очень важным открытием в истории фотографических процессов. Боритовый слой – это непрозрачный, светоотражающий слой сульфата бария, бланфикс, добавленный в желатин. Он наносился на бумагу с целью создания гладкой ровной поверхности, из-под которой волокна бумаги были не видны. Он также являлся неким барьером между эмульсионным слоем и бумажной подложкой, предотвращая неблагоприятные химические реакции между ними. Фотографии, напечатанные на таких бумагах, получались более резкими и контрастными. Для создания более матового изображения боритовый слой текстурировался. Также производились бумаги с колорированным боритовым слоем с целью создания декоративного эффекта и нейтрализации оттенка эмульсии. Третьим слоем идет эмульсия. В связи с тем, что изображение формируется именно в нем, он носит название функциональный. Итак, приступим к изучению техники коллодионовой печати. Рассвет данной техники пришелся на 1880-е и 1910-е годы. Несмотря на то, что некоторые фотографы использовали эту технику печати вплоть до 1930 года, она не стала особо популярной в связи с определенными физическими особенностями и конкурирующими более простыми в обработке и привлекательными по внешним характеристикам техникам фотографической печати, такие как альбуминовая и желатиновая печать, наступающая на пятки коллодионовой. У процесса коллодионовой печати нет единого изобретателя и года рождения. Этот процесс прошел долгий и интересный путь, начиная с экспериментов Тальбота до начала промышленного производства бумаг. Сам коллодион был открыт в 1842 году и использовался в основном в медицинских целях. Он представлял из себя тонкую прозрачную пленку, которая при высыхании становилась очень хрупкой. Именно поэтому, адаптировав коллодионовую эмульсию для фотографических процессов, в нее стали добавлять различные пластификаторы. Самые удачные опыты с коллодионом были у Фредерика Скотта Арчера. В 1851 году он использовал именно коллодион для создания негативов, из которых позже были напечатаны практически все фотографические техники вплоть до конца 19 века. Возникает вопрос, почему же коллодион не смогли адаптировать к бумагам в то время? Вся проблема заключалась в поиске вещества, которое могло бы служить барьером, препятствующим проникновению коллодионовой эмульсии в бумажные волокна. Исходя из литературы того времени, видно, что было испробовано огромное количество вариантов, но все они не отвечали данным потребностям. И только изобретение аборитового слоя дало ход развитию данной техники печати. Первые бумаги с коллодионовой эмульсией появляются уже в 1853 году, но они не находят широкого спроса. В 1860-х годах появляются лептографические бумаги, покрытые коллодионовой эмульсией, а позже появляются и аристотипные бумаги. Они получили свое название от греческого слова «аристо» – наилучший в связи с усовершенствованным составом. Но, к большому сожалению, производители такие бумаги не получают широкого распространения в связи с существующей на тот момент техника альбуминовой печати. И только после начала промышленного производства коллодионовых бумаг, когда эмульсионный и аборитовый слой начинают наносить машинным способом, они начинают обретать свою популярность. Коллодион – это нитроцеллюлоза, растворенная в эфире и спирте. Его стали использовать для создания эмульсионного слоя, в котором после сенсибилизации должно формироваться скрытое изображение. Преимуществом коллодионовых бумаг была вдвое большая светочувствительность, чем у альбуминовых. Изначально фотографы наносили все слои вручную. Способ печати оставался видимым, то есть изображение формировалось под воздействием солнечных лучей. Бумага помещалась под стеклянный негатив в специальную рамку и выставлялась на солнце. Перейдем к описанию процесса. Данный процесс очень похож на приготовление альбуминовых и соленых отпечатков, с единственной разницей, что в данном случае уже появляется боритовый слой. Бумага хорошего качества покрывалась боритовым слоем. Покрытая боритовым слоем бумага накладывалась на стекло для полива коллодионовой эмульсии. Подготовленная бумага экспонировалась в контакте с негативом в специальной рамке до появления видимого изображения. Полученное изображение промывалось, после верировалось, затем опять промывалось, фиксировалось, промывалось вновь и высушивалось. Как я уже говорила, до 1889 года фотографам по-прежнему приходилось изготавливать бумагу вручную. Картина меняется с появлением машины для поливки бумаг и начала промышленного производства. Благодаря равномерному нанесению слоев машинным способом значительно увеличивается качество фотографических бумаг и уменьшается их стоимость. Еще одним плюсом становится продолжительность срок хранения таких бумаг. Клодионовые бумаги, произведенные машинным способом, были в большом количестве представлены различными мануфактурами в различных качественных характеристиках и форматах. Клодионовая эмульсия была крайне уязвима и чувствительна к истиранию, поэтому листы в коробках были проложены специальной бумагой. Также эта прокладка регулировала влажность внутри коробки, чтобы предотвратить скручивание этих бумаг. В связи с модой на глянцевые фотографии в 80-е годы первые клодионовые бумаги выпускались именно такого типа. Для дополнительного блеска поверхность могла также проходить процесс глинцевания или покрываться прозрачными лаками. Первыми глянцевыми бумагами были лептографические клодионовые бумаги, которые появились уже в 60-е годы, но стали популярны только в 80-е. В 1884 году Пол Эдуар Лейстгенг из Дюссельдорфа начал выпускать линию клодионовых бумаг под названием «Аристотипные» от греческого слова «Ариста» наилучший. Американский рынок клодионовых бумаг захватила фирма «Ариста». В 1885 году в продаже появляются самоверирующиеся бумаги, которые становятся очень популярными в среде фотографов-любителей в связи с их элементарной обработкой. Как мы видим на рекламных слоганах, любой желающий мог получить верированное изображение только лишь искупав бумагу в ванне с фиксажом, минуя ступень ручной тонировки. Такие бумаги впервые были произведены в Германии Ашманом и Оффордом. В связи с тенденцией к скручиванию клодионовые фотографии дублировались на специальные бланки. В 80-е годы XIX века мода на формат кардовизит потихоньку угасает, сменившись пристрастием к формату «Кабинет-портрет». Данные бланки были примерно в два раза больше визитных карточек, и такие фотографии в основном использовались для оформления интерьеров. Часто их устанавливали на письменные столы в кабинетах. Отсюда формат и получил свое название. Оборотная сторона бланков, как правило, использовалась для саморекламы фотографов, по аналогии с бланками кардовизит формата. Отличие заключалось в художественном оформлении. Также с годами менялась мода на цвет декоративных листов бланков. Изначально фотографы предпочитали использовать светлые тона. Позже перешли к серым, темно-зеленым, коричневым. Нужно сказать, что темные оттенки больше сочетались с оттенками кладионовых отпечатков. Цвет бланка в некоторых случаях является одним из ключей кронологической идентификации. Можно было определить примерную дату создания, пользуясь и знаниями о физических характеристиках бланков. Так, например, с 60-х по 80-е годы фотографы использовали прямоугольные бланки, выполненные из тонкого картона. С 80-е по 90-е годы форма оставалась той же, но фотографы предпочитали использовать уже более плотный картон. А с 1890-х годов появляются бланки с фестончатыми краями. Существуют, конечно же, и другие признаки, но о них я расскажу на своих практических мастер-классах. В 1893 году с появлением платинотипии появляется мода на матовые фотографии. Платинотипия была непревзойденной по качеству передачи тонового диапазона и градации серых оттенков техникой фотографической печати. Также она отличалась бархатистой поверхностью и мягким рисунком. Такие фотографии явились роскошью благодаря своим внешним характеристикам. К сожалению, платинотипия была дорогостоящей техникой печати. Таким образом, с целью имитации данного процесса, производители коллодионовых бумаг открыли линейку производства и матовых текстур. Существовало несколько способов достижения этого эффекта – от включения матирующих агентов в состав эмульсии до механического протирания щетками и текстурирования баритового слоя. Очень часто матовые коллодионовые отпечатки верировались с золотом или платиной или их комбинацией, что меняло оттенок и приближало их к сходству с платиновыми отпечатками. Перейдем к отличительным особенностям. В связи с тем, что коллодионовые отпечатки относятся к технике трехслойных фотографий, волокна бумаги, перекрытые баритовым слоем, не видны или видны незначительно в случае с матовыми отпечатками. Изображение устойчиво к выцветанию. Поверхность либо матовая, либо глянцевая, либо полуглянцевая. Тональность светло-коричневая или темно-фиолетовая – все зависит от примененных виражей. На глянцевых фотографиях присутствует радужный эффект – интерференция света. В связи с тем, что коллодионовая эмульсия очень тонкая и крайне чувствительна к истиранию, многие коллодионовые фотографии дошли до нас со значительными потертостями изображения. Что касается сюжетов, то это в основном портретная фотография кабинетного формата. Коллодионовые отпечатки редко использовали для больших форматов из-за тенденции к скручиванию, но все же существует небольшой процент и архитектурные видовые фотографии, выполненных в данной технике. Встречаются и туристические альбомы, оформленные коллодионовыми фотографиями, но так как листы, как правило, не проложены дополнительным слоем, очень часто встречаются потертости эмульсии. Данная техника печати не особо популярна у современных альтернативных фотографов, но встречаются фотохудожники, работающие над физическим преображением данного фотографического формата. В следующей серии я продолжу обзор трехслойных отпечатков, но на этот раз уже на примере самой популярной техники печати 20 века желатиновой фотографии. Спасибо огромное за внимание!